Я приветствую тебя на своем канале. В сегодняшнем видео без лишних слов. Зеленый творог под ногтями, закисшая ногтевая пластина, а также проблемы в наращивании верхними формами и как от них избавиться. Я покажу необычные хитрости укрепления и еще много чего интересного. Ну что ж, начнем. И вот эти ногти, которые пришли ко мне на коррекцию, хотя точнее будет сказать на перенаращивание. Это ногти молоденькой девочки-школьницы. Данное наращивание ей делала одноклассница, подружка, которая прошла онлайн-курсы по наращиванию, а также смотрела довольно много видео в ютубе. И теперь в свободное от учебы время, особенно в летнее, во время каникул она делает ногти людям за деньги. И если я не запамятовала и не ошибаюсь, то эта работа обошлась то ли в 150, то ли в 200 гривен. То есть это наращивание стоило приблизительно 7-8 долларов. На первый взгляд ногти выглядят довольно прилично, особенно мне понравилась арка торца. Видите, здесь красивый изгиб свободного края ногтя и довольно приличная архитектура. Но сейчас все-таки разберем ошибки. И здесь появилась отслойка, которую можно с легкостью подколупнуть своим ноготком и доломать то, что сломалось. Здесь ноготь немного скололся, но по вине самой клиентки. Она пыталась активно открыть жестяную бутылку с газировкой. Но и в это колечко ноготь попал, застрял и все сломалось. Если смотреть на ноготь безымянного пальца сверху, то все отлично. Но если заглянуть под другим углом, то видно огромный косяк. Кстати, такой косяк есть, но не на всех пальцах. И не с каждой стороны. Правильно, это когда гель перекрывает зону вроста ногтя. Вот эти уголки должны быть плотно под гелем. Например, как здесь. Но если точка вроста не перекрыта материалом даже на 1 мм, то это приведет к отслойкам. Таким, как здесь. Также меня заинтересовал гель возле кутикулы. Но об этом немного позже. Сейчас рассмотрим торцы, которые на первый взгляд меня покорили. Ведь когда я заглянула под ногти со стороны торца, я была, мягко говоря, шокирована. Ведь между натуральным ногтем и нарощенным был карман, который на некоторых ногтях достигал аж 3 мм. Вы только представьте, пустота под ногтями 3 мм. Вот возьмите сейчас линейку и посмотрите, сколько это. На видео, возможно, плохо видно, но эта пустота доходила приблизительно до середины натуральной ногтевой пластины. Короче, карман был глубокий. И это как раз то, на что больше всего жаловалась клиентка. Ведь под эти ногти забивалась еда, которую достать было очень трудно. А особенно, если под рукой нету зубочистки. Так и получилось, естественно, в этот раз. Помогла маме с готовкой, быстро помыла руки и выбежала ко мне на процедуры. Но уже в автобусе она заметила, что под ногтями творится ужас ужасный. Там, где смогла выколупать, доставала ключами. Но где закладка была поглубже, то ключи уже не доставали. Поэтому эти залежни мы уже доставали вдвоем. Если по-честному, то делать это было не особо приятно. Кстати, я уточнила, что же это было за блюдо. Это были соленые сырники с зеленью. И слава богу, это было этим же утром. Ведь старый закисший творог было бы чистить еще менее приятней. Кстати, до этого я никогда не пробовала соленые сырники с зеленью. Но после такой работы я обязана была понимать, с чем имела дело. И это оказалось очень вкусно. Дальше я пыталась халявить и подклупнуть этот ноготь. Надеюсь, что там отслойка и ноготь быстро отвалится. Это получилось сделать, но не на всех ногтях. Вот здесь видно, что ноготь подкисший. Это указывает на то, что ногтевая пластина была в длительном контакте с флагой. Заниматься спиливанием материала, где на пол ногтя отслойка, я считаю, это пустая трата времени. Поэтому пытаюсь подклупнуть. И если ноготь все-таки отваливается, то очень радуюсь. Если нет, то, естественно, придется переходить к снятию аппарата. Естественно, срывать прочно держащиеся ногти нельзя. Поэтому внимательно смотрим, делаем все с головой. Если видим, что появляется воздух и гель с легкостью отслаивается, то продолжаем работу, но аккуратно. И еще хочу обратить внимание, здесь, когда я отделяю гель от натурального ногтя, то за гелем тянется кожа кутикулы. Я, конечно, этого фокуса не поняла. Ведь думала, здесь все-таки аккуратное покрытие под кутикулу, как это мне показалось. Но оказывается, здесь, походу, аккуратное покрытие кутикулы под гель. Ну и такое бывает. На остальных ногтях, как бы я ни колупала, мне не повезло и ногти не отваливались. Поэтому придется снимать все аппаратом. Беру керамическую насадку с зеленой насечкой. Включаю аппарат на максимальное количество оборотов. И начинаю... Как же так мягко сказать? Чтобы не матюхнуться. Меня же-то мама смотрит. Ну, короче, начинаю морочиться. Заниматься любовью со снятием этого материала. Я думаю, мои эмоции вы поймете. Пока я снимала топовое и цветное покрытие, все шло вроде бы как хорошо. Но когда я уже дошла до самого геля или полигеля, я даже не знаю, что это такое. Потому что материал просто не спиливался. Ноготь жутко нагревался. Стружка летела во все стороны, в глаза. Пришлось надеть очки. Я и насадки меняла. Твердосплатная, керамическая, новая, неважно. Материал просто не снимался. Снимался какой-то стружкой. Причем во время снятия он еще и вонял. Чем же это? Ну, запах такой какой-то сырости. Типа сырых грибов, шампиньонов, не знаю. Ну, короче, запах вонючий был. Короче, морочилась я очень долго. И из видео я удалила половину, наверное, процесса спиливания. А еще самая большая сложность заключалась в том, что этот материал лежал на кутикуле. То есть, во время опила я насадкой проезжала по коже. Короче, задание было со звездочкой. Снять материал с кожи, не задев при этом кожу. Вот видите сверху белую полоску? Это уже начало кутикулы. В общем, мудохалась я, мудохалась. И в итоге я наконец-то дошла до отслойки. И поняла, что спиливать я больше не могу. Надо отколупывать любыми способами, потому что, ну, это же нереально. Я на снятие всех оставшихся ногтей потратила, ну, наверное, минуту. Ну, я не знаю, ну, минут 30 точно. Не спрашивайте, как это получилось. Я была сама в шоке. И дальше, о чудо, аллилуйя. Ноготь просто сорвался, слава богу. Конечно, противоречивые чувства, потому что я счастлива, что ноготь снялся и не надо пилить. Но, фу, бляха-муха. Ой. Ну, шо, шо, естественно, то не безобразно. Правильно? И вот-вот здесь обратите внимание на кутикулу. Гель отваливается, а под ним стелющаяся толстенькая кутикула. Все как полагается. Ну, и когда с самым кошмарно противным я справилась, переходим к пилочке. Беру счастливую пилочку любимого клиента от молекулы с абразивностью 100 на 180 грит. Такой подбор жесткости на одной пилочке считаю самым идеальным. Ведь одна сторона отлично подходит для натурального ногтя, вторая же для работы с искусственным материалом. Мягкой стороной пилочки снимаю глянец с натурального ногтя. Зашлифовываю. И если ногти были длительное время под отслойкой, куда попадала влага, то обязательно тщательно их обсматриваем, чтобы не было изменения цвета натуральной ногтевой пластины. Ведь это свидетельствует о присоединении вторичной бактериальной инфекции. Ведь в таких случаях работа совершенно другая. Взятие анализа, зачистка, рекомендация и уход. Чтобы материал держался хорошо, необходимо лишь убрать глянец, немножко зашлифовать поверхность ногтя, чтобы поднять чешуйки, чтобы материалу было за что зацепиться. Ведь с глянцевого ногтя гель просто слезет, отколупается. Но перестараться тоже нельзя. Если вы перепилите ногтевую пластину, то сделайте только хуже. Ведь ноготь станет тонким, мягким, как пленочка. И вот на таком ногте держаться будет все еще хуже. Плюс к этому впоследствии могут появиться механические анихолизисы, которые перерастут в анихолизисы и в кучу дополнительных проблем. Делаем все в меру. Убираю пыль. Теперь предстоит работа с кутикулой. Напомню, что сегодня на процедуре у меня школьница. А в подростковом возрасте есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать в процессе работы. И первое – это работа с кутикулой. Для юных клиентов мы не делаем глубокий срез кутикулы и не зализываем кожу под ноль. А все потому, что у детей и подростков ногтевая пластина, зона матрикса, кутикула и вообще все ногтевое ложе в целом находятся в процессе формирования. И чтобы это все не повредить, необходимо придерживаться правил. Также из-за эмоциональной лоббильности у подростков нестабильное эмоциональное состояние, при котором они часто начинают нервничать. При этом грызут ногти и кожу вокруг. От этого часто появляются заусенцы. А так как молодые люди ведут более активный образ жизни, то лишние ранки на коже рук образовывать не стоит. И даже если вы перфекционист, глушите свою больную фантазию и не пренебрегаете самым основным правилам – не навредить. Ну а чтобы отодвинуть даже самую налипшую кутикулу, я использую один из самых своих любимых инструментов. Это хрустальные палочки. Они хорошо наточены и отлично справляются со своей задачей. Самый классный их плюс – это в том, что они одноразовые. Никакой дополнительной стерилизации. Поюзали, замочили в дезрастворе и выкинули. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь налипшая стелящаяся резиновая кутикула. Работаем короткими шагами. Не старайтесь отодвинуть кожу за одно движение. Работаем постепенно. В этом процессе мы лишь отодвигаем кутикулу и отклеиваем ее от ногтевой пластины. Налипшую на ноготь кожу ктеригей мы не трогаем. С ней поработаем позже аппаратом. И получаем вот такой вот красивый капюшон. Не забывайте проверять, нет ли склеек. Иначе чистого среза кутикулы не получится. Вот такая вот красотишка под капюшоном получилась. Теперь необходимо очистить тот самый птеригей с ногтевой пластины. Для этого я использую алмазную насадку «Острое пламя» с синей насечкой. Скорость аппарата на 11 часов. Работаю на фоварде. Насадка идет от правого синуса к левому боковому валику. Выводим фрезу на боковой валик, чтобы не перепилить ноготь. Так обрабатываем все ногти. Продолжение следует... Затем переключаемся. Затем переключаемся на реверс. Работаем от левого синуса к правому боковому валику. Чтобы облегчить срез и сделать его красивым, поднимаем капюшон. Аппарат все также включен в режим реверса. И щечкой насадки поднимаем кутикулу вверх. Делаем это слегка по диагонали. Убрав лишнюю пыль, переходим к срезу. Короткими шагами продвигаемся вперед. Работает только кончик режущего полотна. Также не следует срезать все за один раз. Вначале срезаем объемную часть кутикулы, затем дорабатываем. Подростки склонны к гипергидрозу. То есть повышенной влажности. Все из-за того, что у них растущие организмы и хороший гормональный всплеск. Поэтому ногтевую пластину необходимо хорошенечко подготовить и обезводить. Вначале я использую средство 3 в 1 Nail Prep. Тщательно орошаю ногти. Для того, чтобы не закрыть чешуйки ногтя, которые мы поднимали с помощью пилочки. Ногти я не протираю салфеткой, а использую мягкую щеточку. Подсушить ногтевую пластину желательно несколько раз. Поэтому наношу дегидратор на ноготь и околоногтевую кожу. Далее праймер. Конечно, при наращивании на гипергидрозных ручках желательно использовать кислотный праймер. Но так как это подростковые ручки, повторюсь очередной раз, им нельзя навредить. Ведь они, ну так скажем, суперчувствительные. Поэтому я использую ультрабонд без кислотный праймер. Праймер наносим на 2 третьих ногтевой пластины с отступом от кожи. Ультрабонд после высыхания оставляет тонкую глянцевую пленочку. Она действует как двухсторонний скотч. Но бывает так, что мастера не дают полностью просохнуть ультрабонду. Поэтому перед покрытием базой возьмите сухую чистую бумажную салфетку и промокните от излишков влаги каждый ноготь. И база, которую я взяла на пробу, начитавшись отзывов. Это rubber-база от Moon. Взяв маленький флакончик и проверив его в работе, я влюбилась. Ни одной отслойки. Ну, естественно, если вы делаете все правильно. Но на данном этапе для меня это лучшая база. И это не реклама. Это отзыв от души. Хорошо отжатой кисточкой без излишков материала оставляю базу на каждом ногте. Так как ноготульки здесь малюсенькие и кисточка с флакона кажется просто огромадной, я беру отдельную плоскую кисть подходящего размера. Распределяю материал по ногтю втирающими движениями. Работать отдельной кисточкой намного удобнее, нежели кисточкой с флакона. Ведь данная кисть забирает на себя излишки материала, что предотвращает затеки. Также ею намного удобнее прокрасить в труднодоступных местах. Так как это раббер база, чтобы она выполняла свою функцию, слой должен быть средний, не супер тонкий втирающий. А если материал попал на кожу или в ненужное место, ну или появился все-таки затек, рекомендую воспользоваться либо микробрашем, либо тонкой ватной палочкой. Ссылку на материалы я скину в описании под видео. Те, кто делал покрытие или наращивание подросткам, хорошо знают, что у большинства из них плохо держится материал. Поэтому необходимо делать дополнительное укрепление. После просушки две трети ногтя вновь покрывают тонким слоем базы. Особое внимание уделяем зонам в роста ногтя. Ведь именно в этих местах зачастую появляются поломки, трещины и отслойки. Но если мы колупаем ногти. Беру небольшой пучок стекловолокна и выкладываю на непросушенную базу. Более-менее равномерно распределяю нити от края до края. И повторюсь, особое внимание уделяем зонам в роста ногтя. И это, наверное, одно из самых слабых мест, особенно после того, как ноготь немного отрастает. И пока ноготь сохнет в лампе одну минуту, на палитре подготавливаю нужные мне цвета для создания объемного мрамора. Я беру серебристый светоотражающий гель-лак, серебряную кошку, черный гель-лак, каплю белого гель-лака и объемную каплю молочного геля-желе. Кисточкой по очереди набираю гель-желе и каждый из гель-лаков на палитре. Цвета можно чередовать по-разному. Беру верхнюю форму, подходящую по размеру ногтя. Сразу себе в уме отмечаю, до какой длины будет наращивание. И эту объемную каплю выкладываю во внутреннюю часть формы. Материал по форме распределяю хаотично. Далее прикладываю к ногтю. Прошу клиентку помочь мне. Для этого использую карманную мини-лед-лампу. Она компактная, легкая. Работает как от сети, так и от ноутбука или от пауэрбанка. При этом хорошо просушивает материал. Прошу перевернуть ручку. И видим вот такой вот сюрприз. Такое случается, если ты не подрасчитал материал. Сильно прижал форму к ногтю. Еще не набила руку в работе с верхними формами. Ну или еще не натренировалась работать жидким гелем таким способом. Так как мы фиксировали материал лишь на ногтевом ложе. При этом прикрывая своим пальчиком свободный край. Можно с легкостью поправить это все. Распределить гель. Ну или потом долго-много опиливать из-под ногтей. Но есть отличный альтернативный способ два в одном. Как укрепить ноготь и как сделать так, чтобы не появлялась эта ненужная, надоедливая ступенька материала. И сейчас я тебе покажу маленькую хитрость, но очень полезный лайфхак. Опять же подбираем нужную по размеру верхнюю форму. Она обязательно должна перекрывать обе зоны в роста ногтя. Выкладываю гель во внутреннюю часть формы до нужной длины. Объем материала такой, как при обычном наращивании. Теперь беру стеклоткань. Можно даже взять один слой из двухслойной бумажной салфетки. Стеклоткань – это тоже стекловолокно, но удобно оформлено в лист, а не отдельными волокнами. Отрезаю небольшой кусочек ткани по ширине ногтя. Выкладываю так, чтобы кусочек располагался от центра натурального ногтя к свободному краю. Будет отлично, если ваш гель более жидкий, ведь он быстрее пропитает ткань. Но если же материал такой же густой, как у меня, то вы можете просто помочь себе тонкой кистью. Тонким-тонким слоем заводим гель на ткань. И вот это все прижимаем к ногтю. Просушиваем в лампе. После просушки снимаем верхнюю форму, и вы только посмотрите. Ноготь получается супер тонким и при этом максимально прочным. И больше никакой ненужной ступеньки материала. Ну а когда все ногти нарощены, остается лишь придать форму свободному краю, а также подогнать все ноготки под одну длину. Сверяем ногти друг с другом. При этом мизинчик должен быть на 1-2 мм короче, а ноготь большого пальца на 1-2 мм длиннее остальных ногтей. С помощью удобной для вас фрезы убираем ступеньку перехода материала у кутикулы. Делаем его плавным. Финальный этап. Перекрываем все топом и смотрим на глубокий мраморный дизайн. Конечно, как по мне, для ребенка эта длина длинновата, простите за тавтологию. Но это в моих глазах ребенок. В ее глазах она считает себя очень взрослой. Как результат, Инна счастлива, а я рада еще больше. Ведь сделала ей красивые ногти, которые она хотела. Вспомним, как это было. И что получилось? Надеюсь, мое видео понравилось и было полезным. Пишите комментарии, ставьте реакции. Делитесь моим видео в соцсетях, мне будет безумно приятно. Я благодарю вас за отдачу с вашей стороны. Это меня вдохновляет. Не переключайтесь, дальше больше. Пока-пока.